В воскресенье 1 сентября, в день 80-летия с начала Второй мировой войны, в столице Республики Словения, Любляне, у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на Словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, состоялось зажжение первого за последние десятилетия вечного огня в столице страны члена ЕС и НАТО. Памятник, расположенный в Люблянском мемориальном парке, был открыт в 2016 году при участии президента России Владимира Путина и президента Словении Борута Пахара. Концепция памятника символична. Двумя полукругами расположены восемь стелы славянского мрамора, символизирующих годы Первой и Второй мировых войн. На каждой стеле летящий журавль. В 50 метрах от памятника расположен монумент участникам славянского антифашистского народно-освободительного движения. В числе делегаций от России был губернатор Самарской области. Выступая на торжественной церемонии, Дмитрий Азаров поблагодарил славянскую сторону за бережное отношение к общей истории наших стран. Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь в торжественной церемонии зажжения негасимого пламени вечного огня. Зачастую в общих братских могилах лежат воины России и Словении. Наша общая история объединяет нас и сегодня. Предыдущими поколениями создана прочная основа нашего сотрудничества и поныне в гуманитарной, в экономической сфере. Наши страны связаны тысячами судеб людей. Теперь мемориальный комплекс дополнится вечным огнем, газовая горелка которого изготовлена в Самаре. Ее конструкция обеспечивает стабильную работу при самой неблагоприятной погоде. Помочь ее изготовить еще весной попросил чрезвычайный и полномочный посол из Словении Докузов Гаев. Губернатор Дмитрий Азаров согласился посодействовать. И вот вечный огонь зажжен. Он заработал от частички пламени горящего у могилы неизвестного солдата в Москве и был доставлен спецбортом в славянскую столицу. Виктория Шарая. События.